приветствую всех на нашем канале сегодня у нас 13 ноября пятница решили снять третью часть по последним видео так как очень много появилось комментариев по поводу состояния прицепа значит заходим на территорию нашей мастерской сейчас подойдем прицепу появился у нас еще один трактор такой интересный обзор попозже у него заходим в ремонтную мастерку больший у нас такой покажу обзорчик выходим на заднюю часть нашей мастеркой так где наш прицеп вот он там у нас такая площадка скажем так тары техники которые еще не ушла да в общем прицеп марка у него уже т.п. 9554 1987 года выпуска используется для транспортирования всех грузов которые мы перевозим наши предприятия на нашем предприятии ну что давайте посмотрим были вопросы по поводу самой рамы значить сама рама не пострадала никуда и пропеллером ничего не загнула все ровно и ничего с этой рамы у нас не случилось какие повреждения значит оборвалась здесь у нас шарниры вот эти вот платформы здесь у нас нету шарниров без этой стороны не с этой стороны платформы тоже оборвалась шарниры вот здесь то же самое оборвала а вот тут у нас целая остался как вы видите рама у нас вся на месте ничего и куда ничего не увело не протащила она целая сами платформы тоже у нас ничего не помяла если там пишут что надо было ее перевернуть тогда будешь точно она бы ушла пчермет а так мы ее подремонтируем и она еще будет дальше нам служить то что вот эти вот это не повреждения это нет того случая это она может и они такое за 30 лет вот еще оборвала здесь шарнир крепление гидроцилиндра к платформе это тоже мелочь ремонтируют все делают самая главная рама целая каким же образом она ушла за мост я хочу пытаюсь объяснить в общем силы сводили мы пяти утра в это время очень темно а ночью как раз пошел сильный дождь то есть вот эти вот два фактора темнота и дождь сыграли то что вы видели сами прицеп просто уж сошел за пределы моста хотя он больше наполовину только груженого его полно не грузили так как понимали что дорога очень тяжелая но все равно она ушла ну и бревна уже поднившие там не выдержали массу что касается крана до этого места нужно было еще проехать два моста которые также находятся в очень таком состоянии после дождей ни один бы крановщик туда не сунулся так что вытащили мы ее оттуда часа три наверное мы с этим боролись но все равно мы его победили небольшими повреждениями которые можно легко устранить надеюсь я ответил на некоторые вопросы которые там вы задавали ну что кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось дизлайки и обязательно подписывайтесь кто еще не подписан чтобы быть в курсе всех наших дел если вам это интересно конечно ну что ж всем пока удачи как крана а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok